В Иркутске таксиста задержали за попытку откупиться от инспектора ГИБДД во время составления протокола об управлении автомобилем без прав. Нарушитель несколько раз озвучил полицейскому просьбу за деньги не составлять административный материал. В какой-то момент таксист пересел на заднее сиденье, где попытался передать сотруднику 20 тысяч рублей. Инспектор от предложения отказался, а о произошедшем сообщил руководству. Возбуждено уголовное дело, фигурант будет находиться под подпиской о невыезде. 22 дорожно-транспортных происшествия случились в течение минувшей недели. Травмы получили 19 взрослых и 5 детей. Один человек погиб, переходя дорогу в неположенном месте. Одним из самых громких ДТП стала авария рейсового автобуса в Аларском районе. Напомню, происшествие произошло 28 августа на федеральной трассе Сибирь возле поселка Кутулик. Предварительно установлено, что водитель междугороднего рейсового автобуса не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ. Съехал в Кувьет и опрокинулся. Спускался, дорога сырая, тоже теплоносил. Разъехал со скорой. Только пришел данный свет, увидел, что есть упреждение на столбе. Убелось на конец. Хотел повернуть в объезд. В салоне находились 40 человек. Пятерым из них понадобилось медицинская помощь. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Максимальные санкции предполагает лишение свободы до двух лет. Непростые две ночи выдались огнеборцам и жителям поселка Новый Уоян в Бурятии. Там в ночь с 25 на 26 августа произошло сразу семь пожаров, в результате которых один жилой дом поврежден. Сгорело два жилых строения, один нежилой дом, два сарая и бесхозное здание. Первое сообщение о возгорании поступило в пол первого ночи, а следующие шесть поочередно продолжались до почти 7 часов утра. Так за ночь без крова остались 28 человек. Чудом пострадавших нет. По предварительным данным причиной всех происшествий является поджог. Виновников ищут правоохранители. Очередной лжепродавец отправится под суд в Иркутске. Следователи установили причастность молодого человека 35 фактам дистанционных хищений денег на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. На сайтах интернет-объявлений он продавал несуществующий дорогостоящий товар. Каждый из них стоил не менее 100 тысяч рублей. Но эта цена была значительно ниже рыночной. Потерпевшие перевели ему деньги за 15 аппаратов по приготовлению кофе, 6 массажных кресел, 3 батутных городка свыше 10 тысяч тюльпанов, а также больше 50 килограммов красной икры и 500 килограммов ядер кедрового ореха. Следователи главного управления МВД по Иркутской области уже убедили его вернуть около 1 миллиона рублей. Теперь он ждет суда. С нерегальных майнеров в Иркутской области по суду взыщут около 100 миллионов рублей за потраченную электроэнергию. Как сообщает региональная прокуратура, с начала года энергосбытовые компании подали более 400 исков к добытчикам криптовалют по коммерческому тарифу. В целях борьбы с серым майнингом при Ангаре организована межведомственная работа с участием полиции, МЧС, Роспотребнадзора и других служб. Среди примеров нелегального размещения майнинг-ферм муниципальная ТЭЦ в Байкальске. Там долгое время работал целый комплекс по добыче крипты, около 9 тысяч единиц оборудования. Сейчас оно изъято сотрудниками правоохранительных органов и демонтирована. Общая сумма доходов в пользу государства от незаконной деятельности в сфере майнинга составляет 3,5 миллиона рублей. В Иркутской области задержали контрабандистов леса. По уголовному делу проходит 9 человек. Они отправили пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области, оформляя документы с фиктивными сведениями. Так, начиная с 2016 по 2021 год, за пределы России обвиняемыми было вывезено более 200 тысяч кубометров леса. Преступное сообщество возглавляли двое иностранных граждан. И на этом я с вами прощаюсь. Будьте внимательны и осторожны. До свидания.